Марина не хочет, чтобы ее узнали, поэтому попросила, чтобы мы скрыли ее лицо. Ее сын учился в 69-й с первого класса. Когда узнал, что ему придется уйти из школы, даже плакал. Вроде ни двоечником, ни хулиганом никогда не был. Нам объяснили это тем, что 10-й класс должен учиться обязательно в первую смену, а у школы нет такой возможности, чтобы выделить классы для трех десятых классов. В день защиты детей мы отправились в 69-ю школу. И там уже сами ученики 9-х классов подтвердили нам, что за место в 10-м развернулась настоящая война. Говорят, победу в ней может одержать только тот, кто станет лучшим по результатам рейтинга. Иными словами, получит хороший аттестат и удачно сдаст английский. У нас всего 4 9-х класса сейчас, а делают, скорее всего, 2 10-х. Ну, идет конкурс в 10-й класс. В классы с углубленным изучением английского языка, естественно, будет отбор. Но у классов-то будет не 4, а 2 класса десятых. 2 с углубленным изучением. Но остальные дети куда? Остальные дети. Посмотрим, сколько будет желающих. У нас в прошлом году было 4 класса. Желающих было всего на 2 класса. Но они говорят, что эта ситуация повторяется из года в год. Что неугодных детей вы просто-напросто отсеиваете, выгоняете из школы. Такого нет. Неужели родители и дети 69-й гимназии нас обманули? Как сообщил нам сегодня в кулуарах директор одной из барнаульских школ, обмана здесь нет. Элитные образовательные учреждения города действительно ведут негласный строгий отбор учеников. Ведь они борются за свое место под солнцем. Ведь Мин о барнауке поощрит рублем. Только за хорошие показатели. Но в городском комитете по образованию эту информацию решительно опровергли. И заявили, что в такие игры школы барнаула не играют. Закон образования в Российской Федерации, который говорит нам о том, что среднее общее образование является обязательным, у нас никто не отменял. Соответственно, дети, желающие продолжить обучение в 10-11 классе, естественно, будут туда приниматься. Работать в одну смену школы края начнут не раньше 2025 года. Поэтому ученики 69-й гимназии могут не бояться. Каждому из них место в 10-м классе в этом году точно найдется, заверили в комитете. В то же время ситуация с местами пока очень туманна. Сегодня мы обзвонили несколько соседних 69-й школ и узнали, что свободных мест для 9-ти классников у них нет. Обещаем следить за развитием ситуации и осенью сообщить, где все-таки продолжают обучение 9-ти классники из 69-й гимназии. Ольга Калачева, Александр Морозов. Наши новости. Ольга Калачева, Александр Морозов. Наши новости.